итак народ всем здорова и некоторые из вас наверно помнят что я свое время однажды обещал вам рассказать практически про всю классику которая есть у всех брендов и сегодня как раз таки такой случай но при этом обзор будет короткий потому что здесь не о чем практически рассказывать и как вы видите это тапки от adidas которые называются continental или continental 80 и это достаточно древние кроссовки которые своим появлением обязаны вовсе не adidas у а рыбаку потому что далеком восемьдесят четвертом году рыбак выпустили свои уже легендарные воркауты которые как раз таки предназначались для тренировок внутри помещений которые своим спросом и делали практически все и вся естественно adidas это не смог не заметить и поэтому они решили не придумывать что-то свое не изобретать велосипед заново они просто взяли и скопировали те кроссы поставили туда свой логотип adidas и назвали все это дело power face да я сказал power face но при этом вас вообще не должна смущать какая-то разница в названии между теми и этими кроссовками потому что ну это практически то же самое это одно и то же за исключением каких-то небольших отличий в плане дизайна до самая главная причина почему я взял эти кеды на обзор потому что я надеялся получить от них не только супер универсальный олдовый классический дизайн но при этом мягкую наконец-таки платформу у меня из этого перед этого были на обзорах стенд смиты которые да это все таки или являются классикой от adidas а вечной неубиваемый но при этом они по удобству были абсолютно плоские следующие у меня были супер корты я от них уже надеялся получить что-то гораздо больше потому что это современные кеды вот адика но при этом с технологиями восьмидесятых годов и по сути они оказались такими же неудобными в моментами еще хуже чем те же стенд смиты и поэтому я надеялся от этих получить что-то гораздо больше потому что здесь есть наконец-то та самая пена ну и ребят этот ролик в целом станет для вас ответом а стоит ли вообще брать эти кроссы на замену стенд смитов есть ли вообще какая-то разница существует ли она здесь принципе ну и конечно же ребят по классике как всегда если вам нравится все что для вас делают обязательно поддержите видосы лайком и подпиской на канал и колокольчиком и обязательно переходите в мой инстаграм где я вот уже 4 числа буду продавать устраивать грандиозную распродажу нью-бэлансов охренительно дорогих моделей по очень доступным ценникам то есть там будет вакханалия настоящая творится так что переходите по ссылке в описании если не хотите это пропустить но теперь давайте посмотрим чё же здесь не так с этими континенталями и так народ начать этот ролик я хочу с того что многие очень многие говорят про то что в таких классических адиках да и не только вазиках используется настоящая кожа и даже если вы на официальный сайт заходит увидите там в описании что используется господи натуральная кожа ненавижу это блин слава сочетания но к сожалению в реале все обстоит абсолютно иначе эти адики они также заявляются как кожаные как сделанные из настоящей кожи но по факту если смотреть я это уже миллион раз до этого показывал вот вы смотрите просто на вот этот срез вы видите что вот здесь идет такой синеватый рыхлый спилок он ведет себя как губка которая у меня там в раковине лежит и поверх него идет вот такой вот ламинат я не могу вот эту вот пародию назвать сожалению настоящей кожей потому что вот такая штука в сравнении с натуральными материалами она ведет себя абсолютно иначе да здесь будут заломы также как и на настоящей коже но при этом на натуральных материалах эти заломы все-таки будут выглядеть гораздо более аккуратными и для нюфагов вот такая вот текстура она может выглядеть как настоящий они будут говорить да ты чё ты видишь тут такие вот заломы поры даже кто-то здесь видит нет ребят это к сожалению абсолютная пародия и с настоящими натуральными материалами вот этот вот дешман ширпотреб я вообще сравнивать не могу и при этом эти континентали являются очень редким случаем для дедаса когда вы покупаете кроссово тадика но вы не получаете тех трех фирменных полосок для кого-то это является плюсом для кого-то минусом мне наоборот больше нравится такой лаконичный дизайн но что здесь обязательно стоит помянуть это конечно же перфорацию да ее здесь много вы ее видеть здесь и на мыске и по бокам и эта вещь которая создается в первую очередь для вентиляции но ребят угадайте что здесь что здесь не так вы все правильно поняли она но она никаким боком здесь не продувается я пытался со всей дури даже силой продуть и вот этот мысок и здесь сбоку и изнутри она вообще никаким образом не дышим на кой ляд здесь вот эти вот дырочки вообще нужны я так и не понял возможно если вы захотите что-то здесь как-то поэкспериментировать вы какими ушелом все-таки это дело пробьете и они возможно задышат однако если все-таки играть вот так с полки с магазина то разница в плане вентиляции между вот этими кроссовками и теми же стендсмитами или суперстарами вы не найдете вообще никакой ну и чё смотрим что у них находится внутри я вырвал уже до этого стельку потому что она была очень сильно приклеена к ним и как видите это вот такая губчатая пенная стелька которая вроде как будет вас защищать от каких-то микробов из того что здесь вы видите вот такие вот вкрапления угля то есть она антибактериальная действительно если говорить про ее размеры то в длину она достигает 29 сантиметров ширину 9 сантиметров если сравнивать с размерами на бирке которая очень глубоко здесь находится вы возможно сейчас увидите что это ю с 11 у кей 10 с половиной французский 45 и 1 3 японский 20 ой 290 и китайский 280 самые дефолтные размеры то есть моя самая большая нога 28 и три десятых сантиметра я взял вот эти адики сидят просто отлично ну и весят они 375 граммов то есть кеды достаточно олдовые но результат меня удивил я думал они будут весить где-то минимум 400 а вот теперь друзья переходим к их самой главной части на которую я больше всего надеялся на которую я прям действительно верил это то что у них происходит в мид соли здесь эта картина выглядит как некий такой полу закрытый полукапсул закрытой резиной только спереди и сзади а посредине вы увидите наголо наружу торчащую эвол это действительно пена это вещь которая тактильно хоть и отличается от резины но не особо поверьте мне то есть если вы пытаетесь его поражать на это охренеть просто какие усилия нужны это очень старая пена для многих она покажется действительно как резина которая только текстура отличается от того что вы видите сзади и спереди штука очень твердая к сожалению моему огромному ну и протектор вы видите здесь он как бы сливается с мид солом потому что это капсул то есть это как бы закрытая такая система штука к сожалению твердая откровенно твердая и они можно сказать не только когда ты и держишь руках но и когда ее надеваешь на свои ноги да ребят к сожалению все мои опасения подтвердились и эти кеды оказались просто посредственностью тупой посредственностью я никому не могу их советовать тем более людям которые хотят от них хоть какую-то минимальную мягкость потому что ее здесь нет и в помине да здесь есть пена но при этом разницы в мягкости я не почувствовал вообще никакой между этими кедами и теми же стенд смитами то есть это плохо это откровенно плохо это очень плохо и при этом стоит упомянуть что в этом классе есть штуковины которые в разы просто мягче которые сделаны на действительно хороших технологиях в плане пены например те же 300 и нью балансы но да здесь некоторые скажут что континентали создавались как тренировочные кеды тренировочные кроссовки то есть эта вещь которая никогда не предназначалась для бега они создавались исключительно для тренировок тем более внутри помещений и эту роль они будут выполнять как бы хорошо то есть у них даже присутствует какая-то устойчивость вполне себе неплохая для вот таких вот кед с почетным очень возрастом однако если вы берете эту штуковину для ходьбы для там прохождение десяти двадцати тридцати километров вы просто в них умрете это очень хреновая обувь для таких задач если вы хотите себе что-то более мягкое ищите лучше что-нибудь более современно например те же венцы конфи каши обращаю ваше внимание или как я сказал этого 300 и нью балансы но если вы все-таки оказались прям вот таким ярым фанатом матика прям упертым чуваком которому настолько понравился этот силуэт что он прям не может его не носить то приготовьтесь разнашивать этикеты потому что они все-таки потребуют небольшой разноски они изначально натирают где-то в районе пальцев по бокам хотя они при этом вообще никакие не узкие ну и все ребят вы знаете что третья часть у меня обычно большая я рассказываю очень много но здесь я добавить чего-то не могу это посредственно плоская обувь абсолютно без какого характера в которой вы найдете исключительно лишь какой-то дизайн да они немного отличаются тех же стендсмитов или тех же супер кортов но да это классика но которую я вообще не вижу для себя смысла покупать если мне нужен культовый силуэт я беру стендсмит или суперстары если мне нужно еще при этом удобства то я не иду вообще к адидасу я беру например те же венцы конфи каши или 300 нбшки но вот эти кеды для меня к сожалению вообще никакого смысла не имеют и советовать я их вам вообще не могу ну и ребят вот такие в общем кеды чего-то добавить я здесь не могу очень простые рассказывать здесь абсолютно не о чем хвалить тоже не за что и как всегда ребят если вам понравился этот обзор стал для вас полезен то обязательно поддержите вот его лайком подписывайтесь на этот канал комментируйте это видео и подписывайтесь на все мои социальные медиа ссылки на которые я оставлю описание под этим роликом ждите в будущем следующий обзор наконец-таки на изики полноценный обзор я сравнил эти изики практически со всеми адиками которые у меня были до этого как они в плане бусты и так далее и тому подобное ну а теперь мне добавить уже больше нечего и всем счастливо